Проснулись утром, покушали, все обычно, как обычный день начался. Нас предупредили, что где-то что-то горит, пожар в лесу что-то горит. Мы к этому серьезно не относились, потому что у нас часто горит леса, это нормально, тушат все. Уже перед обедом полицай пришел, сказал, что я собрал документы и эвакуировался. Ну я собрал, вышел, посмотрел, он сказал, что снова не ждет. Идет пожар. Привезли в школу Баймагамбетова, а потом оттуда уже сюда. Это и здесь мы взяли вот эту одежку, нам дали переодеть. Помогли хорошо, как раз у меня давление большое поднялось. Сразу все здесь вот. Молодцы, ничего не скажешь, молодцы. Пожаловаться нечем плохим, только хорошо здесь обращаются. А сколько вам лет? 81. Вам получается совсем некуда идти, да? Да. Ни родственников, никого нет? Здесь нету. Даже в Казахстане нету родственников. Все разъехались. Ой, мысли чертовские какие-то. Непонятно, как жить. Непонятно, как выкручиваться. Ездили, а дома вообще ничего не осталось. Вообще невозможно посмотреть. Смотришь на дом, у тебя сердце вот так вот сжимается. Все действие вырос. Там вообще, ну не описать плавание. Слов нету. Только они слезы пробивают. Все. Уже плакали, плакали, уже слез нету. Дети только кричали, коровы плакали. У меня была гитара. Мы с сестенкой любили двоим сидеть на гитаре играть. Учились с ней вместе на гитаре играть. В этой спешке даже ее не успели забрать. Вообще ничего не успели взять. Вот. Вернетесь к пряжи, если гитару купите? Конечно, обязательно. Обязательно.